ребятки всем привет в сегодняшнем ролике хочу вам рассказать немножко о технологии оклейки капота предыдущие ролики мы конечно же уже снимали я думаю вы все смотрели и я так понимаю что они вам все зашли эти ролики очень очень хорошо и поэтому я почему-то решил снять еще один ролик сегодня речь пойдет у нас вот этом вот капоте это у нас skoda kodiaq дело в том что на разных автомобилях разные капоты клеится немножко по-разному принцип технология оклейки в принципе у всех одинаковая но нюансы есть естественно поэтому вот конкретно о нюансах оклейки капота на kodiaq мы вам сегодня всем расскажем для начала ребята давайте еще раз разберемся какой инструмент нам понадобится для конкретно подготовки для установки пленки ну и для контроля качества наверное да вот так вот я вот здесь вот на стеллаже разложил уже некоторый инструмент давайте более подробно и детально разберемся конкретно что нам понадобится естественно нам понадобится установочный раствор это та жидкость скажем так с мыльным раствором которая нам нужна для установки пленки также у нас есть фиксирующий раствор то есть это спиртовой также нам понадобится естественно обезжириватель для того чтобы подготовить поверхность обезжирить также если видите здесь вот такая вот бутылочка это film он то есть это жидкость для установки пленки то есть это концентрированный состав которые у нас используется в качестве именно установочного раствора я более детально чуть чуть позже все расскажу также для работы нам понадобится несколько видов ракелей вот пример вот такой вот черный ракель blackout резиновый также можно использовать пластиковый ракель но принципе они могут быть разных разные фирмы вот конкретно вот у меня сейчас в руках это ракели от компании узликс также нам понадобится несколько водосгонок используем вот такие вот викановские водосгонки для работы нам понадобится ножик у меня сейчас в руках вот такой вот нож таджима ты японской фирмы тесно лезвие к нему лезвие вот мы используем различные например вот эти вот у меня сейчас руках ольфа также есть у нас еще вот такие вот лезвие это китайской фирмы не помню название кстати вот эти лезвие они тоже неплохие по сравнению с ольфовскими они примерно то же самое одинаково режут причем стоят они в два раза дешевле также для работы нам понадобится такой вот раскроечный нож также для работы нам понадобится синтетическая глина это чтобы идеально почистить кузов для работы на может понадобиться зажигалка вот такая вот turbo чтобы где-то краешки и пленки там подпаять фонарик инспекционный также для работы нам может понадобиться праймер обычно мы его используем для того чтобы скажем так промазать подкапотное пространство что пленка в этом месте хорошо прилипла и еще если видите у меня вот здесь вот на столе лежат вот такие вот кусочки с пленками это обычная виниловая пленка в руках у меня если видите это просто пленка raguar 270 обычный винил чуть чуть позже разберемся все расскажу для чего они нужны так друзья но принципе это вот весь инструмент давайте более детально я еще вот остановлюсь наверное на некоторых моментах касательно жидкости еще раз потому что хотя ролики мужа многие снимали по поводу жидкости что за жидкость и какой концентрат должен быть примеру там состав для установки состав для фиксации давайте еще раз подробно остановимся смотрите у меня сейчас в руках находится вот такой вот баллон от фирмы квазар имеет полтора литра соответственно на вот такой вот баллон мы используем средства film он то есть это состав для установки пленки его нам нужно к примеру для оклейки капота примерно где-то 6 кубиков то есть вот представьте себе шприц 5 кубовый вот нам нужно его полный сюда вот вылить и еще один кубик то есть 6 кубов я думаю это вот скажем так максимальное количество этого росту этого состава который нам нужно на этот баллон больше вот честно скажу не вижу смысла потому что но будет слишком скользкий потому что вы должны понимать что пленкой должна немножко ездить но она также должна и залипать это поэтому нам нужно найти золотую середину много лет работы с пленками мы уже для себя нашли примерные скажем так соотношение пропорции поэтому я вам сейчас они как раз говорю еще раз повторю на полтора литра примерно 6 кубиков филмона также у нас есть еще раствор установочный то есть здесь у нас преимущественно вода и немного спирта мы наливаем 800 миллилитров воды и добавляем еще 200 миллилитров до литра получается изопропилового спирта что касается обезжиривателя тут уже выбирайте сами у нас обычный обезжириватель мы его покупаем в канистрах в компании если кому интересно где конкретно мы в москве это все дело приобретаем причем обезжириватель и изопропиловый спирт мы покупаем все время в одной компании то есть а нам канистрами прям привозят по 5 литров на самом деле очень дешево и как говорится сердито так ребята ну что я думаю мы начнем уже потихонечку будем передвигаться конкретно к оклейке вот перед вами автомобиль соответственно это у нас новый автомобиль совершенно здесь нет никаких сколов хотя очень часто бывает такое что к нам приезжают автомобили уже конкретно со сколами и где-то нужно что-то подкрашивать где-то нужно немножечко полировать вот но конкретном автомобиле здесь ничего не нужно делать здесь машина абсолютно скажем так в идеальном состоянии предварительно мы сняли вот этот вот значок если видите значок skoda мы его оторвали он у нас приклеена двухсторонним скотч и отрывается очень легко достаточно просто прогреть немножко феном после того когда мы феном прогрели мы его новым аккуратно ракелем можно подсунуть во внутрь и аккуратненько отжать его то есть скотч отклеивается и он достаточно просто отклеивается отсюда дальше капот необходимо естественно подготовить помыть но предварительно естественно всю машину нужно вымыть машин должна быть полностью вся чистая красивая и только после этого мы уже приступаем к подготовке непосредственно самого капота да привет передаю тебе слово рассказывать ребят всем привет здесь у нас такой капотик у нас тоже достаточно непростой непростой почему у него есть внутренние ребра внутренние ребра которые делают вот такого тугу то есть при натяжении пленки при движении пленки внутри этого угла вы получается огромный пузырь вот этот пузырь нужно будет очень хорошо проработать чтобы здесь потом не осталось никакой воздушной полоски как с одной так и с другой стороны дальше обычно капота они состоят из четырех углов то есть есть четыре точки фиксации андрей показывал сегодня до кусочки пленки которые мы подготовили они лежат вот здесь вот это аракал почему мы используем именно аракал аракал это виниловая пленка на ней нету лака топ колту значит также на нем нету гидрофобного покрытия то есть к этой пленки другая пленка прилипет намертво понимаете да вот здесь здесь на этом капоте вот особенно вот в этих вот углах здесь есть две площадки первая площадка фиксации она будет на двери вот плоскость от параллели вот этой вторая часть будет вот здесь то есть у нас два кусочка вы приклеили с одной стороны с другой дальше мы будем смотреть как у нас лежит пленка и для фиксации мы заклеим еще кусочек сюда обратите внимание то что капот он слегка про поднят это обязательное условие чтобы вот эти углы поднялись выше других деталей чтобы не было вот этого перехода потому что если дверь например будет торчать наверх а крыловое крылок бампер капот будет уходить внутрь то получится то что здесь отдастся пузырь если что-то пойдет не так останется красиво растяжка этого надо избежать времен да я понимаю вот ребята если видите если вот так вот боком покажу если вот так вот боком покажу вы видите что капот он немного выше чем дверь дверь как бы немножко утопленная это очень важно то есть это мы добились вот такого момента путем того что мы капот слегка приподняли если видите то есть когда у нас пленка здесь будет натяжки то есть она должна вот так вот скажем быть ниже чем основная детали это очень важно чтобы пленка здесь у нас не было натянута теперь представьте момент что у нас капот наоборот утоплен он находится ниже чем дверь соответственно что у нас произойдет у нас здесь как бы пузырь такой надуется да и тут может образоваться потом некрасивая растяжка изначально как бы машина должна быть всегда чистой мы должны были помыть чтобы на ней не было никакой пыли и так далее вот каждую деталь непосредственно мы опять же замываем перед тем как обработать и глины чтобы никто не осталось никакой песчинки чтобы у нее не поцарапали вот и затем уже на мыльный раствор на мыльный раствор мы начинаем уже забывать деталь обязательные условия не забывайте про это мы берем баллоны с пола баллон грязный ни в коем случае баллон не подносить близко к капоту или надо держать его над капотом издалека хотя бы там не знаю с полметра принципе баллон под давлением везде достанет чтобы нам не пропустить какой-то участок капота чтобы помыть его весь глиной глазами делим капот на несколько частей ну как бы квадратами и дальше мы начинаем уже каждый квадрат раз квадрат замыл позовем еще нашего одного специалиста это наш один из ведущих мастеров по установке антигравийной пленки зовут его юра да юра привет покажешь нам всем мастер-класс да кстати друзья вот тут у юры такой очень и очень интересный чемоданчик тут столько всего интересного если кому интересно каким инструментом пользуется наш мастер юрий пишите в комментариях естественно мы все расскажем так ну что у нас сейчас идет подготовка капота непосредственно к клейке правильно подготавливаем мы его чистим синтетической глиной обрабатываем кузов очень хорошо досконально причем второй рукой мы контролируем непосредственно процесс то есть одной рукой пластилином почистили второй рукой проверяем чтобы не остались никакие там даже малейшие вкрапления грязи битума каких-то консервантов реагентов или все чего угодно то есть это все должно быть максимально чисто так пластилином мы все прошли да сразу же там надо высушить капот потом обезжирить вот эту всю грязь не смываем капот мы полностью замыли почистили синтетической глиной согнали воду с капота теперь капот у нас чистый и сухой следующий следующий этап мы обезжириваем поверхность и обезжириваем все заворота обратите внимание на то что вот эти вот триггеры должны быть разными в одном спиртовой состав в другом обезжириватель чтобы их никогда не перепутали можно просто по запаре схватить вместо спирта обезжирить и залить его под пленку и пленку потом выкинем обязательно чтобы они отличались обезжириваем поверхность мы никогда мы обезжириватель не льем на деталь у нас есть тряпочка то есть несколько пшиков на тряпочку можно так достаточно плотненько но главное чтобы это было на тряпке и потом проходим всю деталь полностью так мы обезжириваем как основную часть капота то есть внешнюю так и внутреннюю часть подкапотное пространство там где мы будем заворачивать пленку подворачиваться кстати пленка будет у нас немного примерно где-то на пол сантиметра ну примерно в разных местах по разному ну в среднем где-то пол сантиметра она примерно заворачиваться да надо обращать внимание на толщину капота есть разные автомобили в разных автомобилей разная толщина капота соответственно внутри до шва к герметиком тоже бывают разные расстояния если мы если капот толстый мы отрежем пол сантиметра может просто не хватить надо всегда учитывают расстояние как толщину так и до шва герметика давай посмотрим как здесь у нас можем открыть капот до немножечко откроем посмотрим что у нас толщина капота 2 миллиметра точно до полочки еще два миллиметра 4 миллиметра у нас запас то есть мы даже можем меньше пяти миллиметров отрезать край чтобы у нас он лег прям до герметика сразу так ребята кому интересно какой праймер мы используем давайте я вам покажу это праймер пробонд если видите для удобства мы просто налички купили вот такие вот маленькие пластиковые бутылочки в которой переливаем у нас бутылочки есть как на 30 миллилитров так и на 50 миллилитров и вот если видите это просто кусочек салфетки бумажного полотенчика которую мы промокнули праймер и аккуратно промазываем вот таким вот образом мы промазываем только край то есть нам для нас очень важно что был промазан только край для чего это делается еще расскажу кому интересно праймер мы используем для усиления адгезии пленки то есть вот в этих вот местах где мы промазали праймером пленку у нас будет очень хорошо держаться то есть она максимально прилипнет в этом месте поэтому если у нас край хорошо проработан хорошо промазан обезжирены все хорошо приклеилась соответственно это залог того что пленка действительно будет держаться много много лет я конечно рекомендую вам использовать праймер в частности на металлических деталях таких как капот двери крылья к примеру да но на пластиковых элементах такие как бампера фары ну если честно только вот в крайней необходимости и так капот у нас готовлен следующий этап мы будем как раз приклеивать кусочки виниловой пленочки приклеить мы будем на сухую как я уже говорил здесь на этом капоте в шести точках да вот смотрите друзья вот по поводу именно оклейки вот этих вот виниловых кусочков пленки именно в этих местах это касается конкретного автомобиля конкретной модели вот и до этого угла да если видите то есть вот такой вот угол клеим пленку для того чтобы здесь наша полиуретановая пленка на это место прилипла хорошо и зафиксировалась так друзья у нас основная часть подготовки капота к подоклейку закончена мы капот полностью почистили обезжирили промазали праймером наклеили вот это место вот это место пленкой также сейчас нам необходимо заклеить еще вот сюда в это место но чтобы точно понять где мы будем клеить пленку нам необходимо эту пленку положить и сделать такую некую раскройку для этого мы кстати сейчас вот подошли уже такой очень важный момент подошли непосредственно к самой пленки который мы будем использовать в работе мы кстати будем использовать пленку фирмы lumar я уже неоднократно говорил что это наверное один из самых лучших продуктов если видите кстати кому интересно у нас вот такой вот раскроечный стенд есть это просто стекло которое у нас скажем так крепится к поверхности здесь вот такие вот у нас сделаны крепежи если видите они от потолка прямо идут и соответственно вот сюда вот у нас устанавливается рулон который мы можем просто раскатать вниз и соответственно отрезать только сколько надо мы уже предварительно отмерили у нас капот идет сколько там примерно семян метр восемьдесят метр девяносто до капот идет то есть мы отрезали кусок ну давайте теперь его приложим непосредственно самому на сам капот и уже посмотрим да да а на пленке защитный лайнер мы снимаем его в последнюю очередь и сначала мы положили пленку на капот затем уже с капота мы снимаем защитный лайнер это мы делаем для того чтобы не заломалась пленка когда пленка лежит на плоскости она не двигается и но я понял да ребята кто не знает еще раз расскажу то есть видите я сейчас мы сейчас снимаем лайнер то есть это просто защитный лайнер который сверху закрывает лицевую часть пленки у пленки два лайнера первый лайнер мы с вами только что сняли и второй лайнер уже который защищает непосредственно клей который закрывает это уже внутренний лайнер мы его снимаем уже последнюю очередь непосредственно перед оклейкой далее выставляем капот передняя часть контур в принципе даже впритык можно положить но все равно вытягиваете вперед вот и вот эти края примерно одинаковое расстояние у нас должно быть с одной и с другой стороны давай посмотрим здесь немножко чуть-чуть не хватает хватает мы сейчас когда отрежем она все вытянется нужно еще подтянуть отрезаем пленку верхнюю часть таким образом чтобы от края капота осталось расстояние 10 сантиметров вот капот край 10 сантиметров теперь расскажу вам почему именно 10 сантиметров ну во первых мы уже говорили о том что пленка она у нас полиуретановая она такая как резиновый материал и нам ее придется вот так вот очень сильно натягивать соответственно раз мы его сюда вот вытягиваем в эту сторону отсюда она соответственно убывает если здесь оставить маленький запас там два три сантиметра то мы ее вытянем настолько что пленка нашу ли вы слезет вот сюда вот соответственно нам просто тупо не хватит пленки поэтому 10 сантиметров это принципе примерно то скажем так то расстояние тот размер который нам нас вполне устраивает здесь соответственно если видите нам тоже пленки хватает она еще вытянется да то есть нужно понимать что мы еще и будем немножко слегка подтягивать в каждое место далее вот мы подошли к этому углу вот у нас место фиксации фара у нас немножко из другой плоскости поэтому нам лучше задействовать вот эту вот часть да кстати семён извините перебью смотрите ребята мы с этой стороны лишний кусок отрезали вот он у нас видите остался он нам в принципе вполне пойдет еще на какие-то там серьезные детали там примеру там полоску на крышу сделать или еще что-нибудь здесь у нас как бы тоже кажется что куски и пленки есть которые можно лишний отрезать но они нам естественно нужны для того чтобы мы эту пленку натянули и зафиксировали в этом месте поэтому вот эти места вот эти вот куски мы конечно же никогда не отрезаем сейчас мы просто смотрим то есть куда нам нужно приклеить кусок пленки так как мы эту пленку еще будем вытягивать я бы ее приклеил вот этот кусочек небольшой виниловой пленки прям вот в это вот место мне кажется это было бы самое оптимальное под маленькую фару все верно ну что клеим сейчас пленку мы убираем еще раз контрольно проверяем ладошкой может вдруг что-то где-то осталось сейчас мы замываем уже непосредственно под оклейку да кстати очень важный момент видите что нам юра сейчас сказал уточнение важно помыть не только капот но и прилегающие детали в том числе и лобовое стекло но на самом деле мы изначально все это дело вымыли вытерли и у нас тут все чистенько было еще изначально я бы еще вот что посоветовал тоже нашим зрителям которые смотрят наш канал кто хочет попробовать оклеивать пленку также естественно у нас должна быть полностью чистая территория то есть пол у нас должен быть в идеальном состоянии чисто если есть немножко пыли там или еще что-нибудь то желательно конечно же побрызгать также смочить полностью пол ну что пыль не поднималась да и было бы неплохо да если вы не в светлой одежде в темной к примеру одежде было бы неплохо также из себя немножко вот так вот скажем так обдать легким дождиком да то есть прибить к себе там все пыль там пылинки ворсинки чтобы они не летали потому что автомобили у нас белый сами понимаете если белый цвет и там какая-нибудь . мелкая ворсинка или еще что-нибудь естественно это все будет видно сейчас мы смочили капот у нас нет не очень много времени нам нужно достаточно все быстро сделать так как воздухе летает все таки какая-то пыль сухих мест на пленке не должно оставаться как на пленке так и на капоте теперь как раз мы подходим к тому моменту который мы с вами говорили сейчас нам необходимо с питовым раствором фиксирующим смочить поверхность пленки и поверхность прилегающих деталей пленка лежит без напряга соответственно если видите зафиксировали вот в этом месте то место это там где мы приклеивали кусочек виниловой пленки то есть на виниловую пленку она просто прилипает намертво и также зафиксировали вот это вот место приклеили на капоте у нас пленка не зафиксирована здесь она лежит просто на мыло на мыльный раствор переходим на другую сторону делаем то же самое с другой стороны зафиксировали на двери и зафиксировали на крыле передним отлично следующим этапом нам необходимо вытянуть ее уже вперед если видите она покажу нашим зрителям пленки здесь как будто немножечко не хватает если видеть это ничего страшно потому что она все равно будет вытягивать обязательно пленочку надо стряхнуть чтобы она у нас если где-то залипла отлипла стряхиваем и натягиваем натягивать нужно достаточно сильно но опять же не перетягивать нужно оттянуть так чтобы у нас по всему периметру не было никаких неровностей пленка лежала везде по всему периметру одинаково ровно то есть чтобы не было никаких там стрелочек волн там всяких так ну что пленку мы натянули дальше у нас есть вот такие вот воздушные пузыри соответственно здесь у нас идет натяжение как барабан воду мы заливаем то сюда немножко спирта для того чтобы у нас здесь потом пленочка зафиксировалась вручную убираем эти пузыри давай покажу вот таким вот образом мы пузырь убрали освободили и сразу же фиксируем в этом месте чтобы сюда у нас больше воздух не заходил следующий этап это наша ребрышка до ребро друзья если видите вот она прям как барабан вот здесь натянута и эта проблема на самом деле не только у кодиаков это проблема у многих volkswagen of и по моему даже у ауди если не ошибаюсь 4 до у них очень похожие капота с такими же ребрами нам точно также необходимо вот так вот полностью удалить отсюда весь воздух дальше начинаем выгонять соответственно воду а здесь у нас из-за натяжения сложились вот такие вот водяные растяжки вот они их видно даже мы чуть-чуть подтянули сюда пленочку вниз и зафиксировали здесь на спирт немного спирта вот здесь что пленка зафиксировать то есть а если мы начинаем выгонять воду туда надо вгонять воду уже от спирта вверх в этом месте если мы спирт его погоним по у нас образуются кривые растяжки шоклайн и так далее чем ты работаешь покажи я работаю такой топовой резиночкой называется ппм blackout она повторяет все формы как капотов так и бамперов вот эти вот ложбиночки то есть она мягкая она мягкая очень удобная да и хорошо и очень удобно работать причем у этой фирмы эта фирма выпускает fusion tools у нее есть несколько видов резинок отличающиеся по жесткости есть еще оранжевые есть еще белые но черная считается одной из по моему самых мягких да ну такая оптимальная то есть наша задача сейчас аккуратненько резинкой ракелем резиновым полностью согнать всю воду особенно внимание нужно уделять именно ребрам максимально то есть до чтобы не было никаких там пузырей с водой там уж тем более с воздухом ничего не оставалось поэтому мы сейчас аккуратненько прокатываем полностью весь капот отжимаем воду в те края где у нас не было спирта потому что если сейчас гнать воду в то место где мы уже заспиртовали естественно вода не уйдет она просто упрется и все скажи пожалуйста я прорабатываю сейчас ребро чтобы у меня не осталось никакой здесь водички я как пальцем прохожу чтобы почувствовать так соответственно и смотрю под разными углами смотрите это очень важный момент вот на который прям стоит обратить внимание это вот именно это ребро потому что оно такое скажем немного противное в работе и если мы здесь оставим немного хоть немного воды вот то наша влага испарится и потом в этом месте останутся такие белесые помутнения то есть такая вот белесость которая но уже никуда не уйдет причем ладно у нас там капот белый и этой белесости на белом капоте не видно а если у вас будет капот не белый а другого цвета там черный или не принципе не важно любого другого цвета то это будет все очень сильно заметно и это будет реальным косяком когда это все высохнет пока мокрый особо не видно но когда высохнет конечно будет смотреться очень некрасиво давайте вам покажу что у нас тут с углами все четко если видите пленка у нас очень хорошо вот здесь вот лежит здесь лежит полностью весь вот этот угол у нас очень хорошо проработан никаких косяков сейчас у нас скажем так основную влагу мы согнали с капотом и да вот здесь вот маленький пузыречек кстати вот даже два видишь давай его сгоним сейчас нам необходимо просмотреть весь капот по-быстрому пленочку всю протереть просмотреть если где-то остались какие-то там воздушные там или водяные пузыри их по-быстрому все согнать то есть у нас есть скажем так некие такие вот золотые пять минут можно таких назвать две минуты да я сейчас поясню что такое золотые пять минут так как пленка принципе хороший это топовый материал он позволяет скажем так упрощает некоторые ошибки предположим себе вот допустим представьте себе что мы сейчас раскатали капот и вдруг заметили вот здесь вот попал какой-то волос ну или какая-нибудь там козявка не знаю то есть что нам делать чтобы ее отсюда убрать сами понимаете это нужно поднимать всю пленку выковыривать ее отсюда вычищать и пытаться эту пленку заново уложить вот то есть снять пленку до середины капота сейчас мы точно не получится то есть если снимать пленку снимать пленку нужно полностью всю прочищать это место и заново и и укладывать и раскатывать так вот топовые материалы такие как люмар и сантек они прощают вот такие вот ошибки и позволяют эту пленку уложить не только один раз а даже несколько раз вот но опять же повторюсь у вас есть всего пять минут проверить быстро проконтролировать если все хорошо отлично значит идем дальше если есть какие-то косяки то быстренько аккуратненько снимаем всю пленку полностью смачиваем поверхность оставляем пленку на воде чтобы она полежала на мыльной водички минуты 3-4 чтобы она немножко как бы пришла в себя и потом повторяем процедуру заново но естественно предварительно там удалили какой-то косячок если там появился такое бывает но бывает крайне редко поэтому чтобы этого не было но естественно необходимо не пренебрегать скажем так правилам подготовки кузова поэтому это важный момент не забывайте про это ну что мы пленку полностью раскатали все протерли просмотрели у нас все идеально теперь нам нужно дать примерно минут 10 для того чтобы пленка подстоялась немного и приклеилась и только после этого мы начинаем подрезать края соответственно отрезать там пол сантиметра как мы уже с вами говорили и подворачивать края поэтому 10 минут перерыв а вы не переключайтесь ну что мы продолжаем прошло примерно минут десять-пятнадцать нам осталось обрезать излишки пленки и аккуратненько подвернуть в принципе на это можно сказать работа с данным капотом будет завершена поэтому продолжаем семён для этого что мы будем использовать пока только нож начинаем мы в кромке капота верхние делобовое стекло потому что она как бы у нас находится меньше всего здесь напряжение можно сразу первую очередь и завернуть как я говорил мы посмотрели сколько раз площадка толщина капота 2 миллиметра площадка там где-то ну тоже 2 миллиметра значит расстояние который будет отрезать будет где-то 4 миллиметра то есть отрезаем примерно 4 миллиметра небольшой запас примерно 3-4 миллиметра этого будет вполне достаточно для того чтобы подвернуть пленку под капот напоминаю мы там промазали под капотом праймером то есть вот это вот запас небольшой 3-4 миллиметра встанет там очень хорошо и надежно уголки уголки до связи наискосок у нас получили потом как конвертик вот это вот лишний лишние трубочки которая получится мы ее потом запаяем зажигалки она будет ровенький кругленький уголок да попозже вам все покажем дальше чтоб нам не переворачивать бутылку достаточно поставить два пальца и прыгать именно на палец спирт сразу попадает именно под пленку и можно творить очень важно прорабатывать не торопиться чтобы у нас не осталось воздушных пузырей на кромке потому что так когда мы вернем ее прилепим на парик у нас не будет возможность ее оторвать хотел рассказать про вот такой момент здесь пленка находится очень сильное напряжение если вдруг случайно где-то у вас попалась там больше шампуней чем надо и пленка у вас на капоте немножко ездила и она будет скользить и она будет у вас ползти как вы только ее отрежете она сразу потянется в другую сторону обратно поэтому ставим ракетель прижимаем там не краю но у нас прошло же минут 15 уже она в принципе зафиксировалась для подстраховки мы все равно рекомендуем поставить ракетель и вот так вот аккуратненько все обрезать сейчас про обрызгиваем спиртом и сразу одним движением грубо говоря заворачиваем то есть вот смотри не будет ни одна растяга да смотрите как все четенько получилось идеально ни одной растяжки вот здесь вот нету все завернулась уже максимально все подвернули отлично только за это я думаю стоит уже поставить нам лайк да семён ведь сколько секретов мы вам рассказываем я оставляю все таки вот эту часть на последний момент все бывает капота бывают разные новое сильное натяжение лучше оставить его и потихоньку потом отрезать раз дворать да кстати еще один момент хотел рассказать смотрите у нас тут такой достаточно большой кусок пленки если видите его при разумном использовании можно еще использовать на оптику то есть вот ведь сейчас мы отрежем вот такой большой кусок здесь у нас получится если предварительно мы все здесь хорошо почистили то есть очистили хорошо бампер фары все замыли почистили здесь у нас все чистенькое было то в принципе там не должно быть никакой пыли и грязи то есть вы можете сэкономить без проблем большой кусок пленки смотрите значит совсем небольшой кусочек пленки здесь семён оставляет вот для подворота этого будет вполне достаточно больше но совсем нет смысла но опять же конкретно вот я говорю сейчас про конкретный автомобиль на другой машине возможно немножко другая история была бы да вот смотрите сейчас семён снимет очень аккуратно этот кусок пленки можно его даже смочить немного чтобы он у нас сейчас между собой не слипся и вот этот вот большой кусок пленки нам легко может хватить на к примеру на одну фару смотрите какой кусок то есть но и со второй части соответственно точно также можно оторвать отрезать и на вторую фару сейчас мы естественно прорабатываем все спиртовым раствором и аккуратненько все заворачиваем осталось подвернуть всего несколько краев и можно сказать капот готов ну что вам я вам все пока показал весь процесс от начала до конца капот получился очень хорошо также хочу напомнить что мы проводим обучение по данному направлению понятное дело что этот ролик это не полноценное обучающее видео но какие-то нюансы естественно вы подчеркнете для себя поэтому если есть желающие пройти непосредственно такое конкретное правильное обучение освоить полностью все технологии все нюансы то переходите по ссылке которая также будет в описании если вы будете следовать нашим инструкциям и делать то же самое как показываем мы в этом ролике у вас то же самое получится также идеально ну что друзья на этом я закончу этот ролик надеюсь он вам понравился он был очень долгим если это так не забывайте поддержать наш канал лайком пишите комментарии спрашивайте какие то если у вас есть вопросы все пишите в комментариях мы всегда отвечаем все друзья всем пока до новых встреч